Девушки отдыхают Девушки отдыхают В самом настоящем дзен-центре У настоятеля, мастера дзен Учителя Сакияма Роси Сенсей Сакияма Роси Почтенный старец С трудом передвигаясь после недавнего перелома ноги Войдя в зал Он как-то весь налился неведомой силой Морщинки на лице разгладились И он как бы внутренне засиял Медитация длилась более часа И между прочим, помимо членов нашей делегации Более половины присутствующих в зале Это седьмые и восьмые даны По различным стилям кабудо и карате И для них это ежедневная практика ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну а мы грешным делом После медитации в дзен-центре Примехонько к океану Вздохнуть, так сказать, свежего воздуха Ну и размяться Для тех, кто занимается боевыми искусствами Необходимо хорошо питаться А что может быть лучше настоящей свежей рыбы Только что выловленной в океане Вся рыба приезжает сюда В рыбный маркет В городе Наха Вот такие красавцы тунцы Каждое утро отсюда Разъезжаются по всем ресторанчикам Из них делают великолепные рыбные блюда Которых великое множество на океанале Очень вкусно Даже не верится, что все это великолепие Из кладовых океанского Нептуна Еще буквально пару часов назад Разрезало океанскую пучину Своими сильными разноцветными телами Свежайшая продукция Не залеживается на рынке Окинавцы не мыслят себя без морепродуктов и рыбы И поэтому все это богатство Разбирается уже к полудню Улыбчивый и добрый продавец подложил нам змею Очень, говорит, опасная тварь Укусит, мало не покажется Между прочим, в стиле карате шоринзирю Некоторые кота основаны на движениях змеи Называется хебе но югоки Может быть, конечно, не морской змеи Но все равно дело не шуточное Ну и под конец Радушный хозяин побаловал нас муренкой Славной такой рыбешкой Метра эдак на полтора килограммов под 15 весом Как подумаешь, что вот такое может цапнуть тебя за мягкое место Сразу становится веселей Следующий пункт назначения Знаменитый магазин для тех, кто занимается боевыми искусствами Шурейда называется Бог мой, чего тут только нет Книги, фильмы, плакаты Нашивки Более десяти стилей мы насчитали Майки, куртки Ну и, конечно же, экипировка суперкласса Прямо здесь вы можете заказать себе именной пояс с иероглифами и даже кимоно Молодым ребятам нас, наверное, не понять А я вот помню, как в 80-е годы в московском военторге Мы покупали белое офицерское нижнее белье, штаны и куртку И перешивали его на кимоно И счастливы, между прочим, были безмерны Не говоря уже о самодельных нунчаку и тонфа Подпольно выструганных в школьных кабинетах труда Итак, мы в магазине Шурейдо Шурейдо, город Наха Ну, мы не могли пройти мимо, сами понимаете Сейчас мы померяем Это замечательно, настоящая окинавская каратеги Ариготогузеймаси Айсайоди-сан 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 Иди-дан Самые настоящие каратеги Шурейдо Пошли Продавцы в магазине Шурейдо На удивление добрые, открытые люди Здесь понимали, что такое макота Открытое сердце Все, что мы не просили Нам все показывали Разрешали мерить, пробовать Буквально на зуб, на руку, на кулак и на ногу Вот замечательная окинавская макиваха Отличное кимоно А каким стилем ты занимаешься? Уичи-рю Стиль какой? Уичи-рю, Годзю-рю 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 А кто твой учитель, наставник? Шин-джо Шин-джо О, это большой учитель Молодец В Москве в магазине В специализированном магазине для боевых искусств Этого не найдешь Это старинные, древнейшие орудия окинавы Для занятий боевыми искусствами Любых стилей Это называется нигиригами Используется для отработки Хватов пальцами Для юбисаки И стоек Сантин-дачи Перемещение Надо добавить, что Сюда добавляется еще Галька или песок Тогда они становятся вообще неподъемными Это старинные каменные замки Называются Ищи-саши Их также использовали для отработки ударов Для отработки ударов И развития мышечных навыков Мышечных навыков Метательных, хватательных И, пожалуй, одно из самых основных орудий Для наработки сильнейшего кулака Это тиси Вот такие замечательные штуки Если сумеете дома у себя сделать сами Будет здорово А нет, приезжайте в город Наха В магазин в Шурии Ну а сейчас посмотрите демонстрацию работы С традиционными предметами Своё мастерство показывают мастера Окинавские мастера И называется всё это действие Демонстрация джумби-ундо Работа с предметами Наряду с Тиши Ищи-саши-нигиригами Окинавцы используют Тяжеленную металлическую раму Называется конку-кен И, конечно же, макевара Джумби-ундо является Важнейшей частью подготовки мастера Ведь наряду с закалкой тела Выносливостью и силой Эти упражнения способствуют Развитию танден Точки внизу живота И энергии ки Также Накинаве занимается этим Каждый день Не просто занимаются Отдают этому по несколько часов И, между прочим, многие-многие годы А вот это, кстати, сенсей Синджо Про которого говорил мальчик В магазине Шурейда Вот вы видите его демонстрацию Железные пальцы, стальные ноги Выдающийся мастер Вообще понятие времени Для окинавцев Вещь весьма относительная Если для европейца Ну, скажем, 10 лет занятий Будзюцу Это большой срок То для местных жителей Ну, так себе Начало пути Ну, а мы все-таки Не удержались от соблазна Позаниматься в новом кимоно В старинном парке В местечке Шуримон Копки Продолжение следует... Ну вот и произошло событие, только ради которого уже стоило лететь за 3-9 земель. Единственный оставшийся в живых личный ученик основателя стиля Окинава Годзюрю Чоджуна Мияги, сенсей Аничи Мияги, привел на могилу учителя своего личного ученика, российского мастера Александра Филимонова, чтобы здесь на этом священном месте по старой древней традиции назначить Александра своим преемником и продолжателем традиций Годзюрю Пудзюцу. Годзюрю Чоджуна Мияги. Патриарх Аничи Мияги вручает Александру каллиграфию, скрепленную личной печатью мастера и присваивает ему 8 дан Окинава Годзюрю. 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 Вот такой слепок своей правой руки вручил Чуджу Мияги своему воспитаннику Аничи. Такой же слепок сенсей Анич Мияги вручает Александру Филимонову, назначая его преемником традиций и хранителем знаний. Смотрите на канале «Боец» программу «Дан-тест» с Николаем Коровиным. «Дан» – это уровень мастерства, тест-проверка. «Дан-тест» – это проверка на мастерство, но не только на татами или в зале, это проверка самой жизнью. Кто они, люди, идущие по воинскому пути и всю жизнь посвятившие изучению боевого искусства? Какие проблемы волнуют их? Как относятся они к современной реальности? Как преодолевают жизненные трудности? Истинный мастер определяется не только искусством поединка, но и искусством жить. Программа «Дан-тест» рассказывает о ведущих мастерах будзюцу, как российских, так и зарубежных. Вы узнаете неизвестные факты из жизни великих мастеров прошлого. Побываете на тренировках в залах выдающихся сенсей. Мы расскажем о самых различных направлениях будзюцу, как широко известных, так и совсем неизвестных нашим зрителям. Мы научим вас, как вести себя в экстремальных ситуациях и как с честью выходить из любых трудностей. Смотрите программу «Дан-тест» и вам будет о чем рассказать своим друзьям. Автор и ведущий программы Николай Короев. Более десяти лет Александр Филимонов тренировался лично с сенсеем Аничи Мияги. Жил и спал в Додзе и днем, и ночью, и в сорокоградусную окинавскую жару, и в вечернюю прохладу перенимал поистине бесценные знания, которые Чоджун Мияги отдал своему воспитаннику Аничи, когда тот был еще мальчиком. И который Аничи Мияги, в свою очередь, постепенно, капелька за капелькой, передавал Александру от сердца к сердцу. А Александр передавал своим ученикам. Субтитры создавал DimaTorzok Чоджун Мияги Чоджун Мияги жил в таком доме, был похож на африканское бунгало. Во время войны все жили в таких домах, все было разрушено, везде был голод, кушать было нечего, и вот дом у Чоджуна Мияги был такой. Американцы, которые обосновали здесь у нас на Окинаве, они иногда помогали нам, мы даже носили воду в касках, брали у американских солдат каску, и в ней носили воду, правда ходить надо было за 2 километра. Когда Чоджун Мияги увидел меня, я был еще мальчиком, он меня спросил, ты хоть ел что-нибудь? Вот так я впервые увидел этого мастера. Мы никогда не дрались, когда занимались каратэ. Если бы Сенсей увидел, что мы деремся, он бы тут же выгнал бы нас. Он всегда говорил нам, будьте скромны, мы даже костяшки пальцев, когда набивали пальцы, костяшки пальцев прятали, чтобы люди не видели. Удары наносились не кулаком, удары наносились во время тренировок, мы тренировали ладонь и пальцы, пальцы должны быть очень сильные. Потому что Сенсей нам говорил, если вы ударите кулаком, человек, вы можете убить его, поэтому мы тренировали пальцы, но и пальцы это очень страшное оружие. Вот так мы их втыкали в землю и в песок. Пальцы должны быть крепкие-крепкие, как стальные гвозди. Сенсей показывает, вот так надо ходить по улице. Я знаю, что это такое, что это такое, что это такое, да? Что это такое? Все должны ходить, Сенсей. Все должны ходить, Сенсей. Все должны ходить, Сенсей. Нет, говорит, но это можно ходить только ночью, как тренируют. А днем, естественно, все будут обращать на вас внимание, это будет смешно. Понятно. Вот вам уличная ситуация, около бар расскажут, да, Александр Фанасьевич? Да. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»